Итак, доброе утро, дорогие друзья, всем доброе утро, бонжур, хелло, гудмонин, как по-немецки? Гутен морген, гутен морген, нас тут со всего мира участники, Бокертов, Шалом, Михаил Ткач, Дерни Нюня, Олег Марголин. Значит, все, сегодня у нас очень, моя любимая сегодня Мишна вообще в Перте, вот нельзя сказать, что она любимая, очень много таких важных, важных, мы изучили вещей, да, Бокертов. Но у Влада сегодня Косова день рождения, давайте его поздравим, Влад Косов с днем рождения, Влад Косов это он редактор журнала Ваикра, сайта Ваикра, вот все, что, все тексты, все статьи, Яков Шатадин, Шалом. Значит, это все благодаря Владу, Владу мы желаем здоровья, счастья, успехов, гармонии, развития, чтобы он развивался. Каждый день рождения это знак развиваться, двигаться дальше, надо двигаться дальше, с каждым днем надо развиваться все больше и больше. Мошека Мясорук нас смотрит из Израиля, все отлично. Лена Нивня, все вместе. Игорь Петельников, доброе утро, Искаф, доброе утро. Все, значит, сегодня, можно сказать, самая полезная Мишна из всех Мишнает, благодаря этой Мишне, знание какое-то оказало такое прям принципиальное влияние на жизнь. Вот, например, узнал человек, давайте приведем пример, какое знание может принципиально повлиять на жизнь. Например, узнал человек про Бога, да, там, про Бога, и это может его повернуть в одну сторону, да. Узнал человек про, научился водить машину, тоже знание. Он узнал, как работает машина, он научился ее управлять, и это принципиально может поменять его жизнь, то есть у него, или там другой пример знания, которое принципиально меняет жизнь, это профессия, какая-нибудь профессия. Человек получил новую профессию, и у него, значит, это знание, оно принципиально поменяло его жизнь. Новый выученный язык, человек выучивает новый язык, это принципиально меняет его жизнь. Но есть иногда идея, просто вот идея, да, которая, короткая идея, но она принципиально там что-то меняет. Вот у меня вот эта Мишна, которую мы сегодня изучили, и будем изучать, она в свое время очень принципиально повлияла на всю мою дальнейшую жизнь, и могу сказать, что это было то семя, на которое выросло очень много плодов. Прям реально одно вот это вот знание, которое мы сегодня сейчас выучим, да, которое сказал Раби Ишмаэль, сын, так написано. То есть есть версия, что это сын предыдущего Раби Йоханана Бенброка, который был в предыдущем Мишне, есть просто, что это был Раби Ишмаэль. В общем, неважно, Раби Ишмаэль. И он сказал такую вещь, значит, она является корнем всего, что потом у меня выросло в профессиональном плане, в духовном плане, в Торе в плане, ну и так далее. Значит, что он сказал, какую же вещь такую замечательную он сказал. Он сказал такую вещь, что То есть тому человеку дают в его руку учиться и обучать. То есть тот, кто учит Тору для того, чтобы обучать Торе, тому с неба дают возможность и учить, и обучать. Теперь вторая часть этой Мишны, она звучит так, что Тот, кто учит Тору для того, чтобы делать, для того, чтобы делать, тому с неба дают возможность Лильмот учиться, обучать, Лишмор сохранить то, что он выучил, и Лясот, и делать он тоже будет. То есть я в свое время понял это все буквально. То есть я понял это так. Если да, то есть это для меня реально одно из самых, вот пишет Ирина, пишет, что я это уже много раз говорил, упоминал. Действительно для меня это стало в свое время огромным открытием. Нет, эту Мишну мы не изучали. Я ее часто упоминаю. То есть эту Мишну я упоминаю часто как ключ к изучению Торы. То есть это ключевое для меня было, ну, такое знание, которое мне открыло все остальные знания. То есть это был способ изучения, да. Вот смотрите, что он объяснил, как это работает. Да, как это работает. Вот человек, когда он чем-то занимается, чем, ну, чем угодно, у него есть намерение, для чего он это делает, цель. Теперь, бывает часто, что человек не осознает свое намерение. Да, шалом, шалом всем, кто вот сейчас присоединился. Бывает, человек не осознает свое намерение или его не формулирует. То есть если человек не формулирует, для чего он это делает, тогда он действует, почему он это делает. Вот давайте в этом разберемся. Вот живет человек. Каждая следующая секунда его жизни, она является следствием предыдущей секунды. Понятно, да? То есть каждое следующее действие является следствием того, что было до этого. Вот там прозвучал звонок, да. На нее отреагировал Давид, я на него отреагировал, еще кто-то на него отреагировал. То есть эта прошлая секунда вызвала цепную реакцию следующих действий. И обычно человек, он живет реактивно ведомый вот этими следствиями. Теперь, а теперь, но есть другой вариант. Есть для чего я это делаю. Не почему я это делаю, не из-за чего я это делаю на заднем приводе, а для чего я это делаю. И редко, когда человек задает себе этот вопрос, вот что я хочу получить вследствие этого действия, какая моя цель сегодня, что я хочу. Но если он это для себя начинает осознавать, у него появляется намерение, и он переходит как бы на передний привод. Он действует не почему-то, а для чего-то. Это намерение. Теперь, опять же, обычно это намерение, оно у большинства людей не включено. Они действуют реактивно и автоматически, двигаясь по жизни на старых каких-то реакциях. Но иногда человек может задуматься, остановиться и сказать, для чего я это делаю, какое мое намерение. Причем Тора, она нас к этому как раз призывает и обучает. Например, перед заповедью, такие люди, это называется анше-ма-се, люди действия, они перед выполнением заповедей, они останавливаются и говорят, а Рене, а Рене это вот я, Мухан подготовлен, у Мизуман, Мизуман это как замин, вот говорят, есть, когда окно свободное, то человек замин, он доступен, да, то есть он как бы сейчас готов к действию, замин это готов к действию. Вот я, Мухан подготовлен, и Мизуман замин готов к действию. Лекаем сделать митцву, заповедь такую-то, и он настраивается на то, что он делает эту заповедь и так далее. То есть это осознанность называется. Теперь давайте вернемся к Мишне, которую мы сегодня изучаем. Когда человек изучает Тору, он может ее изучать, потому что я привык ее изучать, 10 утра урок, потому что надо учить Тору. Это второй вариант. А можно для чего я изучаю Тору? Вот зачем я ее учил? И это Мишна нам говорит, что нужно для себя выбрать одно из двух намерений. Первое намерение, это учить для того, чтобы обучать. То есть если я изначально знаю, что мне придется обучать Торе, есть тоже известная Мишна, мы уже ее проходили, Рабан Йоханнен Бен Закай, это было во второй главе, который получил от Елеля и Шамая, так он говорил, если ты учил много Торы, держи добро для себя. То есть ты, если ты выучил много Торы, ты должен ее передавать, ты должен ей обучать. Теперь, значит, если, когда я начинаю что-то изучать, у меня есть намерение этому обучать, то мое обучение, то, что я учусь, оно будет совершенно по-другому выстроено. Я буду записывать, вести конспект, я буду повторять. Возможно, я выучу наизусть. Я когда-то начал учить наизусть тот же Перте, тот же Талмуд, первые месяцы в Ешиве я учил его наизусть, для того, чтобы я мог его передать. Не просто получить удовольствие и провести время от того, что я его там читаю. А я изначально, у меня было намерение учить для того, чтобы обучать. Это намерение, оно включает совершенно другой подход к процессу обучения. И с неба, естественно, такому человеку помогают учить и обучать. Дальше, когда у меня было намерение обучать, а у меня была фобия публичных выступлений, но я хотел обучать, у меня было намерение обучать. Мне с неба помогли найти систему, и Ешива мне оплатила тогда обучение на курсе Дейла Карнеди, и мне оплатила это Ешива, потому что я хотел обучать Торе, и мне оплатили обучение, и я избавился от фобии публичных выступлений, научился, как обучать. Потом дальше я хотел обучать, и я прошел тренинг бизнес-тренеров, и научился, как обучать. Изучил там НЛП для того, чтобы понять, как менять мышление, ну и так далее. То есть это все было построено на вот этой вот мишне, что тот, кто учится для того, чтобы обучать, тому с неба помогут и учиться, и обучать. Теперь вторая часть, смешная, давайте разберемся. Тот, кто учится для того, чтобы делать, а лумет, альманат, леосот. Значит, может быть у человека другое намерение. Намерение именно все, что я изучаю, не в Торе, да, сразу начать применять. То есть именно досконально понять каждый нюанс для того, чтобы это применять. То есть досконально до мелочей, как в этой ситуации можно это применить, как в той ситуации. То есть именно перевести сразу то, что ты учишь в сферу применения. Тогда происходит запоминание еще на более глубоком уровне. То есть одно дело я учу для того, чтобы передать эту информацию. Другое я учу для того, чтобы ее сделать в малейших нюансах и понять, где, как это сделать. То есть тогда идет у меня еще более глубокий уровень постижения. И получается, получается тогда, что добавляется еще лишь морд. То есть я сохраню всю тутору, которую я изучаю. Вот это вот Мишна, которую сказал Раби Ишмаэль. И в свое время она для меня была таким прямо фундаментом того, что я начал делать в Торе. Потому что в то время, например, мне было 26 лет. 26 лет, и я только тогда начал изучать Тору. Ну там в 25, в 26 я уже переехал в Израиль. В 25 я вообще первый раз узнал о Торе, столкнулся с Торой. И вот меня тогда, именно сразу я про эту Мишну узнал. И, ну я считаю, что благодаря ей у меня Тора, вся та Тора, которую я учу, она у меня остается. Потому что я сразу поставил себе цель, выучил, обучи, выучил, обучи, выучил, обучи. Интересно, что когда-то, когда-то в 70-е годы в России вот пошло вот это вот движение Чува. Начали люди, даже может не 70-е, 80-е годы это было. И вот был такой Равин, я еще застал, я чуть у него учился, Рав Ильяу Эсос. Рав Ильяу Эсос, он был, он есть, ну да, ну как бы в то время, в 80-е годы, он был еще молодой человек. И тоже, по-моему, он в 26 лет был кандидат наук уже по математической логике там какой-то. То есть он очень умный человек. И вот он тогда создал систему обучения Тори. И именно вот эти первые люди, которые в то время в бывшем Советском Союзе, они изучали, это было бы Мессерут Нефеш, самопожертвование. И они сразу выучив, выучил Алиф, передай, выучил Бэт-букву, передай дальше. И они все стали великими Равинами. То есть они стали, они буквально за короткий срок поднялись на такой высочайший уровень. Это были Рав Ильяу Эсос, Рава Шаркушнир, Рав Шиман Гриллиус, Рав Левитас. То есть это были люди, которые приехали в Израиль. Когда они уже приехали в Израиль, то те, которые были в Торе, ну вот такими великими людьми, которые жили в Торе, да, они их увидели, они все восхитились. Они говорят, ну это просто удивительно, да, как можно за короткий срок в бывшем Советском Союзе подняться на такой уровень духовности и постижения Торы. То есть они были реально великаны. Но почему? Потому что все, что они учили, это они обучали. То есть они, у них было две вещи. Они первое, они обучали. Второе, они это делали бы, мессирут-нефеш, это было самопожертвование. То есть это была реально опасность для жизни. И когда ты делаешь к Богу вот такие шаги, которые, ну реально огромные шаги, преодолевая вот этот вот мессирут-нефеш, да, это как ты готов отдать душу, жизнь готова дать за служение Богу, то тогда, естественно, тебе идет совершенно другая отдача с той стороны. Потому что та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. И третье, это они делали для того, что, они изучали для того, чтобы делать. Я помню, Рав Эсес рассказывал, что он, например, на шаббат, он шел 10 километров из дома пешком до синагодия. Зимой, не зимой, 10 километров, это около двух часов ему надо было идти, для того, чтобы прийти на шаббат. То есть, и они, реально все, что они учили, это было для того, чтобы делать. Хорошо, вот мы изучили сегодня эту мишну. Значит, каждый теперь для себя может сделать два варианта. Первый вариант, если вы для себя выбираете просто учиться, чтобы учиться, то вы тогда послушали, получили пользу, получили пользу, значит, получили пользу. И все, то есть, отлично, тоже все великолепно. Но если вы хотите, чтобы реально у вас это осталось, то тогда нужно учиться для того, чтобы обучать. И подумайте, кому вы можете это передать. Просто свой конспект, поделиться, рассказать и так далее. Если вы хотите еще более высоте уровень, тогда вы начинаете делать. То есть, вы после того, как вы что-то изучили, как делать? Вы повторяете. Повторение это действие, которое вы делаете уже вследствие того, что вы что-то выучили. То есть, уже повторение первое, повторение второе, повторение третье. Это все уже становится действиями, которые вы делаете, чтобы применить это знание. Теперь ответ про субботу. Смотрите, есть один Бог. Бог сотворил мир. Это знают все, мусульмане, христиане, евреи. Все знают, нормальные люди, что этот мир сотворен. То есть, он как бы, он не возник сам по себе. Он это творение. Значит, тот, кто его сотворил, называется творец-создатель. Этот создатель, он шесть дней творил, а на седьмой отдыхал. Все. То есть, нет субботы для мусульман, субботы для христиан, субботы для евреев и так далее. Есть одна суббота, это был седьмой день от сотворения мира. Я лично, я лично больше всего люблю объяснение, как это все было. Есть такая книга, если мы найдем, то я очень прошу на Вейкре ее разместить. Написал ее Натан Авеезер. Это профессор физики Барландского университета, автор сотен научных работ, чуть ли там не нобелевский лауреат и так далее. Он написал книгу, которая называется «Вначале». Вначале, если она на английском, на русском, на иврите, там на все языки переведена. Эта книга, она объясняет, как, что значит было шесть дней творения и седьмой день шаббат. С точки зрения всех современных достижений науки, физики, астрофизики и так далее. И он говорит, ну, вписывается вот все, что наука на сегодня знает о мироздании, оно вписывается вот в это первое «Вначале Бог сотворил небо и землю». И как вот шесть дней, он показывает прям четко. Единственное, что, ну вот, ключом к его объяснению является то, что когда написано «день первый», «день первый», то имеется в виду не день первый, потому что светило и звезды, планеты, Луна и Солнце были сотворены в четвертый день. И когда говорится «день первый», он говорит, это не день, это период. Это первых пять миллиардов существования Вселенной после Большого Взрыва, когда формировалась энергия, материя там и так далее. И земля была то во вогу, это был хаос и так далее. Второй день, когда говорится, когда написано, что Бог разделил между водами и так далее, создал свод, это второй день, это был второй период, который по современной там астрофизите длился три миллиарда. И четвертый день, когда уже была сформирована вся система звезды, галактики и так далее, когда были сформированы звезды, то, что в Торе написано «звезды», это был уже четвертый день, который назывался там, уже он, ну там, миллиард, например, лет, да, то, что день. А день, как день, к которому мы привыкли, он мог появиться только после того, как появился человек, который осознает, что такое день. А человек появился в шестой день в период, в шестой день в конце, перед шаббатом. И вот с этого момента, когда появился человек, осознающий, что есть шесть дней творения, есть Бог и так далее, Адам решен, первый человек, который взаимодействовал с Богом и который разговаривал с Богом, и который воспринимал Бога как его, как отражение, да, это все было конец шестого дня в Торе. И потом начался шаббатный день, шаббатный день, это уже был первый день, который, ну, в том, в том миропредставлении, в котором мы сегодня живем. Так он это все разложил. И с того момента прошло 5778 год, сейчас идет, с момента, когда был первый Адам решен, первый человек, который взаимодействовал с Богом и которого Бог изгнал из райского сада, ну и так далее. Но очень там он красиво это все объясняет, вписывает полностью во все комментарии, рамбан, там, ну, то есть он полностью приводит в соответствие, да. Поэтому всем шаббат шалом, то есть сейчас как раз наступает вот этот вот седьмой день с заходом солнца сегодня. Сегодня заходит солнце и заканчивается шестой день и начинается седьмой день шаббат. И вот этот вот седьмой день шаббат, всем шаббат шалом, то есть это время, когда вся творческая работа останавливается, вся созидательная работа останавливается. Это день наслаждения связи с Богом и такая остановка от бега и соединения с Божественным в том формате, в котором мы должны быть соединены с Божественным. Все, друзья, удачи, успехов, Владу еще раз с днем рождения, спасибо огромное за помощь, за то, что Влад делает для портала ВАИКРа. И, значит, давайте пожелаем ему здоровья, чтобы он был здоров, чтобы вся его семья была здорова, чтобы он был, хорошо себя чувствовал и было у него много сил. Все, удачи, успехов, всем шаббат шалом, пока. Субтитры сделал DimaTorzok